Рукопись, часть которой позже удалось расшифровать. Я гормец. Жрец и потомок жрецов. Шлю привет сознательному человеку, который прочтёт когда-нибудь эти строки. Я добровольно похоронил себя, чтобы воскреснуть в более счастливые времена. Нас, похороненных, таким образом много, и все мы оживём и расскажем великую драму Атлантиды. Тело, найденное в саркофаге, явно несло на себе следы какого-то эксперимента. Сам же саркофаг представлял собой хронокапсулу, искусственно замкнутое пространство, внутри которого время как будто бы остановило свой ход. Как и для чего она могла быть создана? Это случалось здесь и раньше. В старом карьере издавна пропадали люди. Иногда они возвращались, порой сильно изменившиеся, часто не помня самих себя. Иногда исчезали навсегда. Да, кажется, это было здесь. Эти деревья, эта тропинка, точно, именно здесь. Я шёл, эти ветки, я споткнулся. И это было последнее, что я помню. Провал. Один из таких случаев произошёл с Аликом Велешаевым, студентом Курского университета. Во время топографической съёмки он исчез на глазах у преподавателей и своих сокурсников. А мне сказали, что прошло два дня. Время не является такой независимой философской категории. Речь идёт о том, что время вторично. Оно есть порождение событий и памяти. В самом деле, зададим себе простой вопрос. Когда это было? И сюда мы ответим. Это было после обеда, днём, ночью, после войны, во времена Ивана Грозного. То есть, со временем мы всегда связываем наступление, как лифт-либо событий. Места, где пропадали люди, называли ловушками дьявола или трещинами в риме. Они разверзались незримо сами собой. И человек невольно вторгался в земную или каменную породу. Такие ловушки всегда совпадают с местами, которые в геофизике называются тектоническими разломами. Учёные приходят к мысли о том, что действительно вот именно в разломах, в тектонических разломах, идёт очень интересная такая, как бы, подземная энергия. Что это такое, мало кто знает. Но она есть, она существует. Теллурическая, так называемая, энергия Земли. То есть, подземная энергия. Почему все культовые места на Земле, храмы, тот же стон и так далее, другие-другие, строились именно на этих разломах. Теория тектонических разломов объясняет многие процессы, происходящие на поверхности Земли. Земля, она как бы покрыта такими огромными литосферными плитами. Они сцеплены между собой, связаны между собой, так сказать, очень крепко. И движутся, как бы, на такой астеронной сфере, на жидкой такой магнии. Можно представить Землю, вот, как апельсин, да, кожура. И внутри, вот, ядро апельсина самого. Корочка апельсина, литосферные плиты. Они могут проскальзывать по жидкой магнии. Это может быть причиной, как космического характера, падения огромных астероидов. Они нарушают вот эту связь, да, сцепку литосферных плит, сильный удар, деформация идет, прокрутка вот этой, как бы, кужуры Земли, да, вокруг своего ядра. С подобными катаклизмами связаны версии споры о гибели цивилизации, которая предшествовала нашей. У нее много названий, но самая известная – Атлантида. Исследователи, среди, так сказать, серьезных ученых, есть, так сказать, две группы вот таких гипотез, две группы теории о том, как погибла Атлантида и в результате чего. То есть это первая группа гипотез, это все-таки космическая гипотеза. То есть удар пришелся из космоса, как говорил об этом Алим Иванович Вейцеховский, известный наш российский атлантолог, падение огромного астероида. И вторая группа – это тектонические различные процессы, вулканизм, тектонические движения плит, литосферных плит и, так сказать, гибель. И по существу Атлантида занимается кто угодно, кроме специалистов. Ее занимаются писатели, журналисты, археологи очень хорошо, но ни одного вещественного археологического доказательства ее существования так и не найдено. А на самом деле это вопрос к нам, геологам. И формулируется он так, был ли в историческое время, то есть во время существования человеческого общества на поверхности нашей планеты, микроконтинент или огромный архипелаг, который катастрофически быстро по каким-то причинам погрузился в воды мирового океана. Те малочисленные свидетельства, которые оставила нам история, говорят о том, что легендарная Атлантида – цивилизация, наделенная особыми знаниями, особой культурой. Этот уровень развития позволил ей предвидеть, спрогнозировать свою неминуемую гибель. Кроме того, жрецы Атлантиды знали и о трещенных времени, и о невероятных процессах, искривлении временных траекторий, протекающих там. Они сами попадали в эти разломы и видели свое будущее и будущее новых цивилизаций. Ученые-шрецы стали использовать трещины времени для своего глобального эксперимента над эволюцией человеческого тела. К этой, казалось бы, фантастической гипотезе нас привел новый взгляд на уже известные факты. Начнем с истоков. Платон мне друг, но истина дороже. Знаменитая фраза Аристотеля. О какой истине идет речь? О чем спорили два великих философа? Об Атлантиде, великой протоцивилизации, идеальном государстве, загадочной сияющей мечте. Один говорил, была, другой не было. Они начали этот спор, а истина не найдена до сих пор. Атлантида – это духовная причастность. Духовная причастность к каким-то вопросам мироздания, бытия. Это единый центр возникновения атлантической цивилизации, например, на Азорском платье, как об этом говорил выдающийся русский ученый-атлантолог Николай Феодорович Визжиров. Это несколько таких центров развития атлантической цивилизации, которые были разбросаны по всей Земле. Это определенная стадия развития разумной жизни человечества на планете. В результате тех работ, в которых мне довелось участвовать, я пришел к выводу, что да, был не микроконтинент, правда, а большой архипелаг, который катастрофически быстро погрузился в воды Мирового океана. И на это меня навели исследования, которые попутно проводились с нами в конце 80-х годов в Северной Атлантике. Была Атлантида или ее не было – это первый вопрос. А вокруг него рождается еще тысяча вопросов, на которые мы ищем и ищем ответы. Современные исследования во многих областях знаний можно назвать эпохой великих географических открытий в человеке. Именно в самом человеке, в его генах и в его подсознании современная наука ищет ответы на многие вопросы. Может быть, и тайна Атланта вкроется отнюдь не в глубинах Мирового океана, а в нас самих, в генезисе человека, которым они учились управлять. Страна Лемурия. Исчезнувшая цивилизация. Люди умели летать. Парадокс эволюции. Мутанты среди нас. Мы подошли к большой такой научной тайне. Есть очень странная и печальная фантазия. Настолько странная, что порой кажется, что породил ее даже не землянин. Она зовется цивилизация Му или Лемурия. Эта страна простиралась от Игейского моря до берегов Антарктиды. Ее население составляли лемурийцы численностью более 100 миллионов. Причудливые создания, владеющие энергией третьего глаза, способные материализовываться и пропадать. Но в процессе эволюции, которая протекала с необычайной скоростью, они начали приобретать физические тела. Продолжительность их жизни составляла более тысячи лет. Питались они космической энергией, которую поглощали через седьмой шейный позвонок. После катастрофы, в которой погибло 90% населения, оставшиеся окончательно материализовались и приобрели семь тел. Эти выжившие стали называть себя атлантами. Они сохранили способность летать, плавать в глубинах океана, проходить сквозь любые преграды. Если существовала эфирная раса, о которой пишет такой исследователь, известный атлантолог, как Скотт Эллиот, в своей замечательной книге об истории Лемурии и Атлантиды. Если существовала такая раса, и у нее были те аспекты, те проявления, которые мы сейчас с помощью современной материалистической науки не всегда можем объяснить, тогда можно допустить, что были люди, рыбы, люди, птицы, безусловно. А как же тогда быть с тем, что люди умели летать? Ведь это умение изначально было у людей. И сейчас существуют на Земле отдельные области. Об этом, кстати, в своей книге и Александр Александрович Воронин писал «Морские колонии Атлантиды», где гравитационное поле в определенные моменты времени ослабевает, и люди могут парить в воздухе по полчаса, по часу. И они при этом вспоминают какие-то свои ранее им присущие навыки. Эволюция человеческого тела не закончена, с этим уже никто не спорит. И можно надеяться, что в нас есть некий потенциал для парения в воздухе и жизни под водой. Американские исследователи, например, заявляют о 50 молчащих генах, в которых, возможно, зашифрованы новые уникальные человеческие способности. Много говорится и о новом облике человека будущего. Нам показывают то маленькое тело с огромной головой и одним глазом, то вытянутое тело с удлиненными конечностями. Смотреть на такие прогнозы скорее забавно. Мы убеждены, что каждый из нас, человек современный, и есть конечное звено эволюции, венец творения. Но тогда почему из трех стихий мироздания наше тело освоило только одну землю, а как же еще две? Сейчас эти стихии мы осваиваем при помощи техники, но она имеет свойство рано или поздно превращаться в оружие, и человечество уже не раз стояло на грани самоуничтожения. Может быть, есть другой путь? Видите ли, нас, например, от приматов отличает всего-навсего 1% в кинетическом плане. Но у нас разница между ними не в 1%. Поэтому я думаю, что здесь мы подошли к какой-то большой такой научной тайне. Экспедиция университета Сиднея во главе с профессором Ричардом Страттоном обнаружила в Тибетской пещере четыре мумифицированных человекообразных существа. Мумии, несмотря на свой солидный возраст, более 4 миллионов лет прекрасно сохранились. Их средний рост составляет 5 метров. У них плоские ластообразные ступни с перепонками между пальцами, и кроме обычных для человека органов дыхания имеются жабры. Анализ ДНК показал, что эти существа являются прямыми предками людей. По мнению эмбриологов, водные люди дышали не только легкими, но и жабрами, засасывая воду через рот. Поэтому мы и сейчас втягиваем воду, когда пьем. Хотя другие, взрослые, наземные млекопитающие лакают ее. Из жабр вода вытекала через вертикальную расщелину на лице. И сегодня порой рождаются дети с такой расщелиной. Это так называемая заячья губа или волчья пасть. С выходом на сушу облик водных людей изменился. Для защиты от холода они обросли шерстью, увеличились челюсти и череп. По мнению эмбриологов, у наших предков был третий глаз, который у нас остался в виде рудимента. Шишковидные железы, эпифиза. Это образование отвечает за способности ясновидения и телепатии. Получается, что те эволюционные изменения в человеке, которые мы считаем прогрессом, на самом деле были утратой и потерей. Эволюция оказалась инволюцией, упрощением. Этим объясняется феномен, мучивший ученых-антропологов. Почему ископаемые люди, жившие 2 миллиона лет назад, имеют гораздо более совершенное строение, чем хомо-сапиенс, которые жили 30 тысяч лет назад? Может быть, атланты в своих экспериментах нашли этот другой путь и совершенствовали тело, а не технику, делая попытку вернуть первозданный облик человека? Состарятся за 2 часа. Расщелина времени украла жизнь. Когда мы зашли впредь, и с шахтой виделись какой-то старик. Загадочные мутации на горе Белуха. Мифологические персонажи были в реальность. Генетические эксперименты атлантов. Трудно поверить в то, чего не видишь своими глазами. Эволюция человеческого тела – процесс настолько длительный, что он попросту невидим. Иное дело – трещины времени. В них все процессы могут ускоряться в миллионы раз. Следы этого эксперимента мы встречаем в нашем мире. Николай Релих. Как беспредельность прошлого, так существует и беспредельность будущего. Что мы знаем о нем? И далекое будущее для нас тоже легенда. Так, между двумя легендарными беспредельностями прошлого и будущего проходим мы краткое мгновение настоящего. Виктору было 20. Вот таким он был до той смены. Вся смена, спустившаяся в тот день под землю, благополучно поднялась на поверхность. Мы не оговорились. Смену начали 10 человек. Столько же ее и закончили. Но Виктора среди них не было. В подземлю спустился 20-летний парень. На поверхность с трудом поднялся 80-летний старик. Во время работы Витька вдруг исчез. Мы не видели его всю смену. И потом уже, когда мы зашли в клеть, из шахты вылез какой-то старик. Кто-то вытащил у него удостоверение. Это был Витька. Ну, это был Витька. А это был не Витька, это был какой-то старик. Виктор, вернее тот, кто теперь им был, тоже поначалу ничего не смог объяснить. Хотя и очень старался, но его не понимали. Потому что говорил он на непонятном языке. Впечатление было такое, что он говорил на хорошо структурированном, лексически богатом языке. В котором порой слышалось что-то знакомое. Я знаю английский, французский немного. И я слышал отдельные слова, знакомые слоги. Все как-то странно перемешано. Бедняга приходил в отчаяние от того, что его никто не понимает. А потом он начал рисовать. В одной из алтайских деревень, в семье Тугушевых, туристы увидели странные рисунки. Предание, которое из поколения в поколение передавалось в этой семье, говорило о том, что их предок, человек своевольный и отчаянный, однажды нарушил царящий в этих местах многолековой запрет. Никогда не приближаться к горе с двумя вершинами, похожими на неправильные пирамиды. Гора эта зовется Белуха. Но предок семье Тугушевых сделал попытку подняться на эту гору, а в результате пропал. Местные жители сочли это проклятие. Вернулся он через 8 лет. Вернулся странно изменившимся. Как сказано в предании, вышел из воды. Посух ушел с трудом, сильно хромая. Сзади у него появилось что-то вроде рыбьего хвоста, приросшего к одной ноге. Находясь дома среди родных, он много времени проводил в большой бочке с водой. Говорил на странном языке. И то же, как и Виктор, пытался рисовать. А потом, как говорится в предании, снова исчез. Вот его рисунки. А вот рисунки Виктора. Оба эти случаи похожи. И Виктор, и житель алтайской деревни, по-видимому, попали в те самые трещины времени, ловушки, где время течет по неизвестным нам правилам. Их как бы коснулось что-то неизведанное. И изменило их внутренне и внешне. А вот фигурки из знаменитых коллекций британского и петербургского музеев. Из этнографической коллекции капитана Кука. Удивительное сходство. Неизвестный мастер как бы вторит нашим рисунком. Трое людей, живших в разные времена, видели одно и то же. Видели своими глазами. Те мифологические персонажи, с которыми мы сталкиваемся, они полигантские. Нам предстоит еще описать, понять, что это за персонаж. Возможно, когда мы какие-то артефакты, проясняющие мифологические сюжеты, будем находить, мы сможем расшифровать и какой-то тайный смысл мифа, мифа, его подоплеку, его зерно, которое передавалось специально представителям нашей цивилизации, которая шла за той исчезнувшей, погибшей працивилизацией. Эти послания называются криптограммами или рисунками богов. У древних вавилонян был водный бог Оанас, человек-рыба, с ногами, присоединенными к рыбьему хвосту. Днем Оанас жил среди людей. Он научил их письменности, наукам и искусствам, строительству городов, написанию разумных законов. Ночью Оанас уходил в океан. У шумеров он же назывался Эа, или рыба небес. Филистимляне называли его Дагон, уменьшительная от Даг, рыба. Дагон упоминается и в Библии. Кстати, именно поклонение Дагону или Оанасу объясняет происхождение митры папы римского, или рыбьего колпака. Я говорю своим студентам такую вещь. Возможно, эта вещь достаточно смелая и дерзкая, но я утверждаю и буду утверждать всегда то, что миф, он не является сказкой. Миф является отражением реально происходившего события. И та мифология, которую мы имеем от античного мира, она пришла, конечно же, от той великой цивилизации прошлого, следы, которые мы сейчас пытаемся обнаружить. А эти следы можно легко увидеть в той же мифологии. Вот она, криптограмма рисунок богов. Сразу понять ее трудно. Каждый маленький фрагмент хранит в себе множество битов информации. Приглядитесь, вот женщина-русалка в голове рыбы, видна грудь женщины и раздвоенный хвост. Вот своеобразный дыхательный аппарат. А вся голова рыбы – это топографическая карта североамериканского континента. И она же – голова Оанаса. Кости такого черепа не раз находили в Мексике. Были еще и люди-змеи, люди-птицы-змеи. По преданию, сама Афина имела змеевидное тело. Такими же были и первые афинские цари. Персонажи мифов, с которыми мы встречаемся, они были до такой степени так же и высокоразвиты, как и люди того времени, современные, возможно. Ведь не случайно Херон был получеловеком-полулошадью, воспитатель Геракла. Те же амазонки тоже думали, что это предание, мифа. А потом выяснилось, что действительно существовали целые племена женщин-воительниц. В трактате о сирийской богине древнегреческий писатель II века Лукиана писал величественный храм в городе Гейераполе. Это святилище основала Семирамида Вавилонская. Она построила его в честь своей матери Дерекета, которая была полуженщиной-полурыбой. Жители Гейераполя считают рыб священными и никогда к ним не прикасаются. Человеческие скелеты, у которых позвоночник переходит в рыбий хвост, не раз находили археологи. Эти находки по-прежнему считаются одной из неразрешимых загадок. Но почему неразрешимых? А если предположить, что ловушки времени диктуют человеку собственные законы эволюции, ускоряя, замедляя, модифицируя? Что если эти образы порождены результатами вторжения атлантов в процесс эволюции? И сейчас, случайно оказавшись в трещине времени, человек может начать стремительно видоизменяться сам или наблюдать различные этапы ускоренного процесса эволюции у других. А потом, вернувшись в обычное время, делал попытку об этом рассказать. Все они, эти возвращенцы, делали такие попытки. Но были ли они услышаны? Крылатые люди обитают на Дальнем Востоке. Засекреченные материалы. Сенсационная находка. Он обнаружил там якобы тело Атланта, какие-то предметы, даже с руками. Атлантида существовала. Пожалуй, лишь великие писатели-фантасты, писатели-провидцы сумели найти понятную форму, чтобы поведать человечеству мистический смысл экспериментов Атлантов. А мистика – это и есть обращение к процивилизации, к Атлантиде. И Беляев, Алексей Толстой – они тоже, в общем-то, могут считаться людьми, которые затрагивали тему Атлантиды в своем творчестве. Но Беляев-то конкретно. Мы возьмем того же человека-амфибию, а последний человек из Атлантиды, его повесть. Тоже это тема, которая вела его постоянно, всю жизнь. Николай Рерих. Лишь немногие умеют одолеть серого дракона повседневности. Сознание человечества настолько насыщено пылью обычности, что необходимо пробить эту стену. В 19 веке с появлением фотографий, а позже и кинопленки, многое оказалось зафиксировано. И теперь уже миллионы людей должны решать, верить или не верить собственным глазам. У нас есть свои стереотипы, которые нам привиты с детства. Мы на них воспитаны. Мы не можем за эти стереотипы шагнуть. А тогда, даже когда пытаемся шагнуть за эти стереотипы, то нам либо открываются какие-то истины, которые нас превосходят, и мы из-за того, что они нас превосходят, не можем объяснить их другим и раскрыть, и растолковать. Потому что тех категорий, тех понятий, которые объяснят эти истины другим, у нас в нашем арсенале, в нашем вооружении научном еще пока нет. 12 сентября 1880 года. Газета «Нью-Йорк Таймс». Многие почтенные люди видели его, когда он летел по направлению к Нью-Джерси. Он маневрировал на высоте около тысячи футов. Он не был птицей, это был крылатый человек. Свидетели этого полета говорят, что у него было жесткое выражение лица. Вся фигура была черная, и она отчетливо выделялась на ясном голубом небе. Известна история с трагической катастрофой Серебряного моста через реку Огайо в 1967 году. Незадолго до катастрофы многие видели парящую над мостом фигуру крылатого человека. Он точно пытался о чем-то предупредить. В России некоторые исследователи и ученые относились к таким фактам не только с любопытством, но и подвергали их научному анализу и организовывали специальные экспедиции. Владимир Арсеньев – путешественник, ученый и писатель, исследователь Дальнего Востока. В 1908 году он записал в своем дневнике. «Я увидел на тропе след, который был очень похож на след человека. Моя собака ощетинилась, что-то в кустах тяжело задвигалось, потом я услышал хлопанье крыльев, что-то большое и темное появилось из тумана и полетело над рекой». Охотники-удыгейцы, как оказалось, прекрасно знали это существо и звали его летающим человеком. Таежный охотник Куренцов столкнулся с ним лицом к лицу около века спустя, в 1990-м. Над ним, едва не касаясь земли, пролетел человек. Куренцов разглядел его тело и большие перепончатые крылья. Такое ощущение, этот рисунок не закончен. Пугающее впечатление. Вообще, ведь все жутковатые образы мировой мифологии, это словно бы незаконченные образы. Точно их начали создавать, и процесс прервался. Создается ощущение, что были люди, которые увидели фазы эксперимента, начатого атлантами. И в результате в мифологии разных народов появились монстры. Минотавр, химеры, циклопы с одним глазом, крылатые кощеи, материализующиеся джинны. Случайные вторжения человека в ловушки времени продолжаются и сейчас. И в мир выходят самые разные сущности. Некоторые из них пытались адаптироваться в нашем мире, вступали в контакт с людьми. Так появилась на свет каста своенравных русалок, колдунов и ведьм, которые питаются космической энергией через седьмой шейный позвонок. Так же, как и атланты. А вот еще пример. В Абар, область Саудовской Аравии, ее якобы населяют нас-насы, существа с одной рукой, одной ногой и половиной головы. Вспомним рисунок Виктора и мнение эксперта. Процесс эволюции словно прервали. Порой невольное вторжение в ловушки времени выпускало в наш мир и прекрасных существ. Видимо, это было вмешательство в высокую ступень эволюции. Древние считали их богами. Античные греки и римляне подробно описали их похождения. Как и шалости сатиров, проделки церберов, горгон и прочих малосимпатичных сущностей. Боги жили на Олимпе, но спускались с него, помогали людям, учили их ремеслам и наукам, влюблялись в смертных женщин. От них могли родиться герои-полубоги. Все эти существа стали результатом незаконченного эксперимента атлантов. Но что могло прервать его? Глобальная катастрофа? Вполне вероятно, говорят атлантологи. В предвиде ее атланты попытались уйти в будущее, сохранить свою культуру и тайные знания. И для этого воспользовались хронокапсулами, искусственно созданными ловушками времени. Если мы вот с этих позиций начнем смотреть на процивилизацию и видеть в атлантах на минуточку самих себя, тогда, возможно, какие-то техники, какие-то наработки, которые были у атлантов и которые переходят из поколения в поколение, мы обнаружим и в себе. И мы этими навыками начнем пользоваться. Во благо, а не во вред. Когда мы начнем созидать и не разрушать. Свой самый великий эксперимент атланты как бы законсервировали до тех времен, когда новая раса будет готова понять его и продолжить. Ученые атлантиды до самого конца работали над искусственными хронокапсулами, в которых сумели смоделировать процесс эволюции человека. А когда их материк стал все стремительнее погружаться в пучину, жрецам, ученым гибнущей цивилизации, ничего не оставалось, как заключить в эти капсулы и самих себя. В 1914 году был такой известный журналист, общественный деятель Михаил Осипович Меньшиков. Он работал журналистом в известных таких газетах, в новое время, там еще в каких-то журналах, и писал такие еженедельные отчеты, письма к ближним. И вот в одном из номеров, в 1914 году, то есть за несколько месяцев до начала Первой мировой войны, у него вышел интересный материал о том, якобы, как русский купец сделал экспедицию в Атлантику. И там с помощью специальных приспособлений поднял со дна Атлантики какой-то неизвестный там предмет, похожий на саркофаг. И там якобы с помощью французских его товарищей, коллег, он обнаружил там якобы тело Атланта с какими-то предметами, даже с рукописями. Газета «Новое время» привела фрагмент расшифрованного текста из рукописей, найденных в этой хронокапсуле рядом с Атлантом. Я Гормес. Жрец и потомок жрецов, шлю привет сознательному человеку, который прочтет когда-нибудь эти строки. Я добровольно похоронил себя, чтобы воскреснуть в более счастливые времена. Нас, похороненных таким образом, много, и все мы оживем и расскажем великую драму Атлантиды. Но если что-то нарушится, и наши тела уступят тлену скорее, нежели это послание, то знайте, Атлантида погибла не в одночасье. Тайна неизбежной гибели была открыта нашими мудрыми и иерафантами еще 7 тысяч лет назад в правлении Тонбари. Но когда Совет удостоверился, что материк наш неуклонно опускается, и гибель бесчисленных народов неотвратима, решено было утаить от смертных приговор к смерти. Мудрые решили, что знание правды будет грозить войнами за спасение на других землях. И тогда гибель придет задолго до катастрофы. Так будет же мир земнородных ненарушим. Да будет счастье их безоблачно, пока не настанет роковая минута. После революции в 20-е годы хронокапсула попала в спецлабораторию Глеба Бокия. Групп капсулу снова вскрыли. Боки и его сотрудники были потрясены увиденным. Вероятно, это представлялось им настолько серьезным, что в лабораторию были приглашены тогдашние руководители страны. Что они увидели, мы не знаем. Лубянка хранит много тайн. Но последствия этого посещения известны. Многие потеряли сознание или впали в гипнотический транс. Например, Сталин. Вскоре Глеб Бокий был обвинен в попытке зомбировать сознание руководителей партии и после короткого следствия расстрелян. Энергетическая карта планеты не найдена до сих пор. Почему провалилась секретная миссия третьего рейта? Тайны Дальменов раскрыты. Оставляя свой великий эксперимент к будущему, атланты попытались защитить хронокапсулы от непрошенного вторжения. Ведь есть такие странные места на Земле, которые словно не подпускают к себе человека. Лабиринты, пирамиды, так называемые зоны молчания или зоны тишины в пустынях, в которые не проникает ни один вид излучения. Или такие места, вокруг которых человек может бродить сутками, никак не переступая невидимой черты. Но это всего лишь предположение. Конечно, никто не знает, в каких местах атланты могли спрятать свои саркофаги. Впрочем, ведь никто так окончательно и не установил, где же была сама Атлантида. Если собрать и опубликовать все данные о ее местоположении, получилось бы несколько томов увлекательнейшего чтения. Известный философ Фрэнсис Бекон в утопии Новая Атлантида отождествляет ее с Южной Америкой. По мнению немецкого пастора Юргена Шпанута, загадочный континент нужно искать в Северном море недалеко от острова Гельгаланд. В начале 19 века велись поиски от Якуатана до Монголии и от Шпицбергена до острова Святой Елены. Атлантиду прописывали в Бразилии, Скандинавии, Палестине, в проливе Падокале и Средиземноморья. Среди активных сторонников ее существования были художник и философ Николай Рерих, геолог-академик Владимир Обручев, французский ученый-океанолог Жак Ив Кусто. В 19 веке была очень популярна версия русского путешественника и ученого академика Авраама Норова, предположившего существование острова в Средиземноморье. В последнее время взгляды исследователей все чаще обращаются к островам Крит и Тира. Многообразие версий объясняется тем, что в самых разных культурах существуют мифологические сюжеты, подтверждающие существование протоцивилизации и ее гибель. Конечно, все они имеют свою модель, и часто у этих моделей есть фактическое обоснование. Взять хотя бы версию о том, что Атлантиду погубила Жошуй, слабая вода. Именно она не удержала на плаву корабли атлантов в войне с греками. Но никакой фантастики. Подобным свойством необъяснимой потери плотности обладает, например, вода в реальной реке Кунь-Лунь в Китае. Ссылка на то, что деревянные бревна и сделанные из них корабли вдруг стали камнем идти под воду, встречаются в нескольких мифах у разных народов. Допустим, могут язык, на котором поставлено послание, исчезнуть. Свитки, рукописи утеряны, рассыпаться. Даже каменные какие-то монолиты, строения, монументы, они тоже будут со временем разрушены. Но единственное, что останется, это действительно миф. Пускай он будет искажен, пускай он будет, потом уже совершенно на другом языке до нас дойдет, чем тот, на котором он изначально был изложен. Но это до нас дойдет. Вот единственное, по-моему, нетленное, что может перешагнуть через тысячелетие. Николай Рерих. Через некоторое время и это наше разумное и рациональное настоящее превратится в архаическое и примитивное прошлое и тоже станет легендой. И вот мы снова вернулись к спору Платона с Аристотелем. Но правоту Платона подтверждает рукопись, о которой рассказывает российская газета 1914 года. Я, Гормес, жрец и потомок жрецов, шлю привет сознательному человеку, который прочтет когда-нибудь эти строки. В другом фрагменте этой рукописи содержится предупреждение о гибели страны, в которой преждевременно будет вскрыта гробница хронокапсула. И в истории есть случаи, которые могли бы проиллюстрировать это. Перед нашествием готов на Рим великому городу было знамение. Во время каменных работ на строительстве дороги словно из-под земли вдруг вылетело крылатое существо с человеческой головой и потом еще долго кружило над вечным городом. А на него уже надвигались полчища варваров. Вскрытие хронокапсулы было зафиксировано и в вестнике Французской Академии Наук. И через год Старая Франция рухнула под напором Великой Революции. То же произошло и в России после находки 1914 года. Первая мировая война, революция, гибель Старой России. Когда произошло вскрытие хронокапсулы, Меньшиков написал, Россия, как Атлантида, совсем исчезнет из мира самостоятельных держав. Публицист оказался прав только наполовину. Та Россия действительно исчезла, но вместо нее родилась и окрепла новая. И все же предсказание поражает. А если заняться поисками посланий Атлантов в тех странах, где происходили исторические катаклизмы, крушения империй, то есть там, где могли быть вскрыты хронокапсулы, таким образом можно было бы составить карту их расположения. Есть версия, что такая карта существует. На ней отмечены и места захоронения хронокапсул, и природные трещины времени, обнаруженные Атлантами. Для того, чтобы провести хотя бы просто разметку вот этих мест, нужно определить, именно где тектонические разломы, определить, какая энергия исходит от сода, потому что есть энергия положительная, есть отрицательная, которые несут и вредоносную энергию, а есть положительная. Так это нужно в течение тысячи лет сделать разметку на всей планете, закрепить за каждым вот этим разломом, за каждой точкой закрепить свое культовое место, построить сооружения, те же египетские пирамиды, те же хенджи, круговые каменные сооружения, в том числе и в Тонгиджи, Аркаин тот же, да? То есть для этого потребовалось бы несколько тысяч лет. Альберто Гордони 3 мая 1753 года исчез, буквально испарился у всех на глазах во внутреннем дворе замка графа Занейн. Также внезапно он появился снова в том же месте через 22 года. 7 лет Гордони не разговаривал, а потом заговорил и шумел объяснить, что побывал в каком-то тоннеле и видел нечто похожее на странную карту, большой холст со множеством мерцающих или светящихся точек, значков и прочих обозначений. Но рассказать до конца Альберто не успел. Снова бесследно исчез. На планете существовала величайшая цивилизация, которая именно и сделала, картографировала всю Землю, всю Землю, картографировала, занесла в аналы свои специальные вот эти точки энергетические. То есть была цивилизация. Эта цивилизация называлась Атлантида. Даже мы можем не говорить название Атлантиды, просто была про цивилизация. Поисками энергетической карты занимались немцы во времена Гитлера. С ее помощью они надеялись быстро проникнуть в тайны эволюции человека и создать совершенного универсального солдата-завоевателя. Проект солнечной пушки был разработан в институте Гиммлера наследие предков Аненербе. Главной целью создателей гигантского зеркала было точечное вскрытие хронокапсул Атлантов. И только следующей задачей стояла военная. Но для поиска хронокапсул Гиммлеру была необходима энергетическая карта Атлантов. Сотрудники института Аненербе приложили немало усилий по ее поиску или хотя бы частичному восстановлению. Атланты предвидели какие силы могут сделать попытку воспользоваться плодами их эксперимента. Они вообще не хотели чтобы он был раскрыт раньше времени когда люди еще не будут готовы к этому знанию. Николай Рерих шестая раса идущая на смену нашей пятой интеллектуальной явится носителем духовной культуры и перед ней откроются совершенно новые возможности. Видимо приходы именно этих людей назовем их интуитивной расой ждут тайны Атлантов. А пока что только случай может столкнуть современного человека с хронокапсулой как искусственной так и природной. И такие случаи фиксируются. В 60-е годы в Уральской средней школе пятиклассникам было дано задание нарисовать самое интересное животное которое они увидели летом. Вспоминайте кого вы видели и начинаем потихонечку рисовать. Лена Толмачева нарисовала фантастическое существо похожее на реликтовое животное. Ребят посмотрите какое Лена животное рисовала. Я была в горах с родителями в походе и увидела по дороге розовый камень он был не очень большой и хотела показать его родителям но когда я его подняла он был очень тяжелый я его уронила и он раскололся и оттуда вылезла это маленькое чудовище. Ну не знаю не может такого быть. Ребят как вы думаете могла Лена увидеть такое животное на самом деле? Я настаивала на том что это действительно я встретила я видела этим летом вот на старых божовских приисках вот в районе божовских мест в районе сосерти это произошло это существо а учитель рисования сказал что этого не может быть и что не надо обманывать не надо придумывать и вот как-то на этом мы расстались в некотором недоумении и обиде Надо отдать должное классной руководительнице которая показала этот рисунок учителю биологии могла ли девочка увидеть такое существо в наше время? Биолог послал рисунок в Свердловский палеонтологический музей ответ озадачил всех вскоре появились специалисты осмотрели окружающие горы оценили возраст пород расспросили местных жителей И тогда я впервые услышала понятие хронокапсул которое сейчас пошло просто в обиход ученых Ученые знают этот феномен когда каменные глыбы являются природными нерукотворными хронокапсулами ловушками времени у нас же есть возможность увидеть собственными глазами один из видов хронокапсул явно не природного а искусственного происхождения это дольмены загадочные каменные сооружения разбросанные в разных точках планеты дольмены дольмены и есть хронокапсулы почему потому что когда они возводились у них было назначение не хранить мумию в себе не хранить какого-то живого мертвеца который решил уйти из этого мира который решил вести затворнический образ жизни а у них было предназначение дать возможность человеку побыть наедине с самим собой со своим временем ощущением пространства и со своей энергетикой возможно для того чтобы какой-то баланс установить какую-то гармонию установить вот они дольмены можно предположить что это один из начальных этапов эксперимента атлантов и в нем предполагалась не только эволюция человеческого тела но и духовная эволюция не случайно эти втулки существовали чтобы создать изолированное пространство и энергетическое и временное и возможно даже пространство духовное которое будет замкнуто само на себя а возможно там образовывался какой-то коридор временной который служил неким мостом бутылки с записками внутри выловленные в море замурованные в фундамент зданий капсулы с письмами потомкам все это послание в будущее послание в надежде оставить о себе какую-то информацию великая цивилизация Атлантида тоже отправила в будущее свое послание не стеклянную бутылку или металлический контейнер хронокапсулу в ней закодирован результат эксперимента по созданию идеального существа приспособленного для полной свободной жизни на земле во всех ее стихиях существа которому не нужно будет отравлять воздух отходами сгоревшего керосина чтобы подняться в небо которому не будет необходимости вырубать леса и добывать нефть чтобы передвигать себя по суше и морю нырять в его глубины существа которое будет питаться чистой энергией эфира а не плотью своих меньших братьев можно назвать это существо человеком можно землянином а может быть время даст ему свое имя когда это случится никто из людей пока не знает просто не может знать вот он подлинный атлант таким он мог бы стать если бы Атлантида не погибла а если бы человек нашей цивилизации пошел путем атлантов совершенствуя свое тело а не технику кто знает во что превратился бы миф а а а а а Редактор субтитров А.Семкин